В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. Случаи мошенничества с использованием социальных сетей продолжаются. Схемы привычные. Неизвестные просят деньги в долг через социальные сети. Как обезопасить себя от злоумышленников? В Заболерии стартовала убойная кампания. Первыми к заготовке мяса оленины приступили в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ижимский олень. Вот их компания». В предстоящие осенние каникулы преподаватели школы Фоксворт подготовят одаренных детей Ненинского округа предметным олимпиадам. Обучение стартует в Наринмаре с 30 октября и продлится по 3 ноября. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Случаи мошенничества с использованием социальных сетей продолжаются. Схемы привычные. Неизвестные просят деньги в долг через социальные сети. В дежурную часть управления внутренних дел по Ненинскому округу продолжают поступать заявления от пострадавших. Так, 18 октября 2019 года в ОМВД обратилась жительница Наринмары, которая перевела мошенникам более 5000 рублей. Как выяснилось в социальной сети ВКонтакте, женщина получила личное сообщение, отправленное из профиля своей коллеги, с просьбой одолжить денег. Заявительница сразу же откликнулась и перевела денежные средства по указанному в сообщении номеру карты. Уже позже пострадавшая узнала от своей коллеги, что ее аккаунт был взломан, и подобные просьбы приходили многим ее друзьям. Хотелось бы обратиться к жителям округа, быть бедительными и внимательными при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях, по телефону. Очень участились случаи мошенничества в настоящее время в Ненинском округе. Хотелось бы предостеречь граждан, чтобы они не сообщали никакие коды, пароли от своих банковских карт, не обращали внимания на какие-то обращения, которые в соцсетях приходят им, о выигрышах, о том, что просят в долг знакомые, потому что это, возможно, взломанные аккаунты в социальных сетях у их друзей. Передачу полномочий городского округа в сфере дорожной деятельности на региональный уровень отложили на один год, до 1 января 2021 года. Этот вопрос обсуждался сегодня на сессии в окружном собрании депутатов. Как отметил начальник управления строительства окружного профильного департамента Михаил Фомин, перенести срок передачи полномочий пришлось из-за того, что мэрия не предоставила своевременно необходимые документы по дорожной деятельности. Нам должны были представлены все документы быть до 1 июля 2019 года. Документы не представлены, в связи с тем было невозможно определить необходимые средства в окружном бюджете на содержание и ремонт автомобильных дорог. Во втором чтении парламентария региона приняли поправки в окружной закон о квоте для приема на работу инвалидов. Напомню, в соответствии с окружным законом работодателям установлены квоты, согласно которым они обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. Предлагается нести дополнение, связанное с выполнениями работодателями, квоты, способом заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотированные рабочие места в другой организации. Есть дополнение, квоты для приема на работу инвалидов считаются выполнены, если на все созданные или выделенные в счет установленные квоты рабочие места трудоустроены инвалиды. Дополнительный механизм трудоустройства инвалидов через соглашение с другими работодателями разработан по инициативе компаний-недропользователей ННК «Печора нефти» и «Лукоилкоме» и доработан с учетом инициативы депутата Андрея Смыченкова, который предложил указать дополнительно норму о том, что квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные места трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья. Комментируя поправки в окружной закон, депутат Николай Новожилов отметил, что принятие этого закона позволит работодателям-недропользователям, имеющим большую численность по квоте, выполнить свои обязательства перед регионом и трудоустроить инвалидов. Николай Новожилов также отметил, что подобная форма трудоустройства успешно реализуется в Республике Коми. Мы, имея 15 квот, смогли трудоустроить сейчас на данный момент 10 человек. 5 человек у нас есть вакансии, но мы не можем найти людей, которые бы удовлетворяли требованиям нашего предприятия. Это по такие, как вахтовый метод, такие, как вредные производства. Соответственно, данный закон позволит нам заключить договор с какими-либо организациями, например, с обществом инвалидов местного, и обеспечить фактическое трудоустройство еще тех 5 человек, которые у нас имеются в квоте. Также сегодня на сессии депутаты окружного собрания согласовали изменения в окружные законы о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства и о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями о предоставлении дополнительных мер соцподдержки. Законодательной инициативой выступил губернатор Ненецкого округа. Первая поправка касается расширения категории граждан, которые получают компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2019 года вступили изменения в силу статья 169 жилищного кодекса и может быть субъектами предусмотрено предоставление компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт совместно проживающим пенсионерам старше 70 лет и инвалидам старше 70 лет, 80 лет и инвалидам первой и второй группы. И поэтому мы предлагаем в наш закон Ненецкого округа внести изменения, которые связаны именно с этим. Напомню, в настоящее время льготу на оплату взносов имеют одиноко проживающие пенсионеры либо проживающие совместно с неработающими гражданами пенсионного возраста. При этом собственникам жилья старше 70 лет компенсируют 50%, старше 80 лет – 100%. В соответствии с принятыми на сессии поправками в категорию льготников, имеющих право на компенсацию, добавлены собственники жилья, проживающие с неработающими инвалидами, первой и второй групп. Другая поправка касается установления порядка выдачи единой справки о доходах. Как пояснили представители профильного ведомства, в регионе действует много мер социальной поддержки, для которых требуется расчет среднедушевого дохода семьи. Для удобства жителей предлагается внедрить единую справку о доходах. Региональные власти разрабатывают комплексные меры по ремонту и строительству внутрипоселковых дорог в селах Заполярья. Соответствующая задача поставлена губернатором Ниньского округа Александром Цибульским перед профильными органами власти по итогам встречи с главами сельских муниципалитетов. Об этом сообщается на официальном портале окружной администрации. Во время встреч с губернатором главы практически всех поселений рассказали о реализации в течение летне-осеннего периода мерах по ремонту и строительству внутрипоселковых дорог. Докладывая главе региона о реализованных в этой сфере мероприятиях, главы муниципалитетов обратились к Александру Цибульскому с просьбой обратить особое внимание профильных региональных органов власти на решение вопросов, связанных с ремонтом и строительством дорог в границах сельских поселений. Соответствующее поручение губернатор дал двум профильным ведомствам Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта и Департаменту внутренней политики Ниньского округа. Практически 100% глав, которые ко мне приходили, жаловались на состояние внутрипоселковых дорог. И с этим вопрос, конечно, надо как-то решать. И здесь, Иван Викторович, наверное, к вам тоже вопрос. У меня есть предложение со следующего года посмотреть какую-то программу, там, не знаю, 500 метров, километр сельской дороги в год. Выделять там. Кому-то надо какое-то количество плит выделить, кому-то надо выделить щебень, кому-то еще. Но этот вопрос надо решать. От него, понимаете, мы не спрячем его в песок, и он не рассосется. Дороги действительно плохие, и надо смотреть и делать. У глав есть четкое понимание, есть абсолютное видение, как это должно развиваться. Значит, надо просто взять и в каждом селе в год как-то это поддерживать. Еще один вопрос, решением которого предстоит заняться уже региональным Бутибартаментом природных ресурсов экологии АПК – реализация мероприятий по берегу укреплению на территориях сельских поселений. Как отметил Александр Цибульский по итогам встреч с руководителями сельских муниципалитетов, он дал ряд конкретных поручений, которые зафиксированы протокольно. Добавлю, встречи губернатора с главами проходили в период с 19 по 22 октября. Как сообщили в аппарате администрации Ненинского округа, в общей сложности Александр Цибульский встретился с главами 9 из 18 сельских муниципальных образований. Встречи продолжаются как в период пребывания руководителя органов местного самоуправления в окружной столице, так и во время поездок главы региона по селам. И в продолжении дорожной темы. Проектировку реконструкции транспортной артерии, соединяющей Наринмар с поселком Красное, выполнит фирма из Архангельска. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Ненинского округа. В ходе проведения электронных торгов наименьшую цену 6 миллионов рублей предложило проектно-сметное бюро Агропром Дорстрой. Подрядчику предстоит выполнить инженерное изыскание, разработать проектную и рабочую документацию с прохождением всех необходимых экспертиз. Согласно условиям контракта, проектная документация на выполнение реконструкции должна быть готова не позднее мая 2020 года. Также сообщается, что в общей сложности будет реконструировано почти 19 километров дороги. Как пояснили в казенном учреждении «Централизованный стройзаказчик», реконструкция автомобильной дороги запланирована в несколько этапов. Работу будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В рамках работы по благоустройству окружной столицы необходимо решить вопросы с заброшенными долгостроями. На это в ходе оперативного совещания обратил внимание городских властей и профильных ведомств губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. В частности, речь шла о недостроенном доме в микрорайоне авиаторов, здании общежития Ненинского профтехучилища, а также объекте незавершенного строительства на улице Первомайская. Мы занимаемся благоустройством, и такие вот развалины создают впечатление запущенности. Как в свою очередь сообщили в Управлении имущественных и земельных отношений, по ряду объектов есть варианты решения. По поводу ПТУ было последнее решение, совместно с департаментом мы выезжали, хотели же сделать ритуар пошире там, и земельный участок перемежевать под этим объектом незавершенного строительства, и красивый забор поставить, чтобы хотя бы не было видно вот этих некрасивостей. Что касается авиаторов, то мы планируем его на следующий год приватизацию включить, и через приватизацию, через этот механизм предоставить, то есть если есть понимание о том, кто подрядчик, то это в принципе несложно сделать. Хуже со с вами на Луковской заправке, потому что там частное лицо, и там до марта 2021 года договор аренды, то есть тут сложнее. А с этими двумя в принципе понятно, есть решения, они очень дорогие. Ну давайте вот мы в следующем году хотя бы с этими двумя объектами найдем решение, уже будет хорошо. Тем более, что там хорошие участки, они находятся в хорошем месте, и они востребованы с точки зрения потенциального строительства. В Заполярье стартовала убойная кампания. Первыми к заготовке мяса оленины приступили в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ижимский оленивод и компания». Как сообщили в хозяйстве, 21 октября первая бригада СПК приступила к процессу заготовки оленины на убойном пункте кооператива в районе реки Шапкино, в 100 километрах от Наринмара. В свою очередь руководитель Департамента природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Ненинского округа Альберт Чабдаров сообщил, что в начале ноября к заготовке оленины приступят еще пять хозяйств. Подготовку к убойной кампании продолжает и крупнейший переработчик мяса в регионе «Акционерное общество мясопродукты». Во всех убойных пунктах предприятия, которые находятся в селах Неснежная, Пеша и Коткино, проведены текущие ремонтные работы, завезены необходимые запасы топлива и материалов. В настоящее время общество продолжает работы по уточнению объемов поставки мяса от оленеводческих хозяйств и заключает с ними договоры. В Ненинском округе пройдет круглый стол по вопросам экспорта продукции северного оленеводства и других традиционных промыслов страны Азии и Европейского Союза. Мероприятие стартует 28 октября во Дворце культуры Арктика в 10 утра. Регистрация участников начнется за полчаса до начала мероприятия. Его организаторы – Центр поддержки экспорта Ненинского округа, Центр развития бизнеса и Департамент природных ресурсов, экологии агропромышленного комплекса подготовили для участников насыщенную программу. В рамках круглого стола его участники – это представители сельскохозяйственных производственных кооперативов и предприятий малого бизнеса – получат полную информацию о подготовке предприятия к экспортной деятельности. Для этого в Наринмар из Ямала-Ненинского и Мурманской области приглашены эксперты в данной сфере. Они расскажут о всех особенностях прохождения сертификации товаров и получении необходимых разрешений для поставки продукции на международные рынки. В частности, речь пойдет о перспективах экспорта продукции северного оленеводства и других видов традиционного природопользования. О выполнении требований законодательства ЕС при подготовке, производстве, хранении, транспортировке и экспорту в страны Европейского союза дикоросов. Познакомятся участники круглого стола и с требованиями к предприятиям по заготовке рогового сырья в целях экспорта страны Азии и Европы. Кроме того, эксперты из Мурманской области поделятся с участниками круглого стола практическим опытом экспорта дикоросов. В ходе мероприятия любой участник круглого стола может получить исчерпывающую консультацию от экспертов по интересующим именно его вопросам. Круглый стол пройдет 28 октября во Дворце культуры Арктика с 10 до 16 часов. Регистрация участников начнется за полчаса до начала мероприятия. Узнать подробную информацию можно по телефону 2-12-77 или обратиться непосредственно в Центр поддержки экспорта. Налоговая инспекция напоминает жителям округа необходимости оплаты транспортных, земельных налогов и налога на имущество физических лиц не позднее 2 декабря 2019 года. В адрес жителей Ненецкого округа направлены налоговые уведомления на сумму более 47 миллионов рублей. Уплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС России, МФЦ, а также через отделение банка, в том числе и с помощью платежных терминалов. Получат уведомления больше 20 тысяч налогоплательщиков, как земельного налога, я повторюсь, транспортного и имущественного налога. Хотелось бы отметить, что если у нас срок 1 декабря, он у нас попадает на воскресенье в этом году. Поэтому налоги надо оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Добавлю, 25 октября с 9 утра до 6 часов вечера в налоговой инспекции Наринмара пройдет день открытых дверей. Налогоплательщики могут обратиться за помощью и предоставлением всей информации по их исчислениям. В предстоящие осенние каникулы преподаватели школы Фоксфорд подготовят одаренных детей Ненецкого округа к предметным олимпиадам. Опучение стартует в Наринмаре с 30 октября и продлится по 3 ноября. Приезд специалистов в рамках проекта профинансируют за счет окружного бюджета. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Александра Цибульского с его заместителями и руководителями органов власти субъекта. Новый осенний этап обучения в школе Фоксфорд, который намечен на конец октября и будет проходить в вочной форме, предусмотрен для призеров и победителей предметных олимпиад. У нас пройдет осенняя сессия по подготовке к олимпиаде школьников по биологии, химии, географии, английскому языку. Здесь мы непосредственно заключили соглашение с преподавателями Фоксфорда. Они приезжают сюда и наших детей обучают. Вообще по результатам работы с Фоксфорда мы проанализировали, действительно результаты есть. И дети, которые у нас в текущем году занимались, они показали результаты на ЕГЭ очень хорошие. Отбор прошли 60 учеников окружных школ, в том числе и из отдаленных поселков региона. 8 человек. Ребята из сел на период проведения занятий будут жить на базе Ненинской школы имени Пырерки. Их приезд финансируется также за счет окружного бюджета. Что касается очередного весеннего этапа проекта подготовки школьников к ЕГЭ, на данный момент его проведение обсуждается организаторами. Глава Ненинского округа Александр Цибульский отметил, что при реализации проекта в онлайн-формате профильному ведомству необходимо проработать возможность дистанционного обучения и школьников из сел. Речь в первую очередь шла о поселениях, где в ближайшее время проводится подключение социальных объектов к скоростному интернет-соединению. Можно на самом деле вот те объекты, которые мы подключим, вот прямо с этим, где появились возможности для быстрого интернета, подключить, соответственно, Фоксов, чтобы они тоже там детей могли подготавливать, обучать, потому что сильная система, хорошая. Напомню, пилотный проект онлайн-курса для обучающихся по дополнительной программе реализован в Наринмаре в марте-мая текущего года на базе Ненинского регионального центра развития образования. И к этому часу пока все. До встречи в эфире. Далее смотрите прогноз погоды.